Приветствую всех на канале Есть-Поесть! Не секрет, что для некоторых приготовление завтрака является настоящей проблемой. Утром, когда все спешат по своим делам, как правило, совершенно нет времени на готовку. Вставать намного раньше тоже не хочется. В этом случае очень выручают завтраки, приготовленные заранее и замороженные. И сегодня я предлагаю вам 4 варианта подобных завтраков. Кому-то достаточно одного из этих вариантов с чашечкой чая или кофе, а для кого-то я дополнительно делаю омлет или кашу. Список ингредиентов для этих рецептов открывайте под описанием к видео. Вначале приготовлю ленивые чизбургеры. Беру яйца, их количество на ваше усмотрение, добавляю молоко и взбалтываю. Затем беру овощную заправку, ссылку на рецепт вы сейчас видите в правом верхнем углу. Вместо нее можете взять любые овощи. Соль я не добавляю, так как в заправке ее и так достаточно. Выливаю на сковороду с разогретым маслом и под крышкой доведу до готовности. Беру булочки, которые так и называются, к завтраку. Вес каждой около 50 граммов и каждую разрежу пополам. В общем-то подойдут любые булочки, даже для сэндвичей. При желании можно испечь самим. Остывший омлет делю на нужное количество частей. Обе половинки булочек смазываю сладкой горчицей. Можно взять любой соус или кетчуп. Кладу кусочек любой колбасы, у меня в данном случае копченая, кусочек омлета и сыр. Накрываю верхней половинкой и вот такой бутербродик готов. Кстати, у меня на канале уже есть рецепт ленивых гамбургеров с фаршем, а также рецепт фрикаделек в булочках. Обязательно посмотрите, они также подойдут для завтрака. Все ссылки вы найдете под видео. Ну вот все бутерброды готовы, осталось их только разложить по пакетам или в контейнер и убрать в морозилку. Я использую пакеты с застежкой и дополнительно кладу в коробочку, чтобы они не развалились. Из морозилки я их с вечера перекладываю в холодильник, за ночь они обычно размораживаются, а утром их можно разогреть на гриле, в мультипекаре или просто в микроволновке. Разумеется, начинка может быть и другой, на ваше усмотрение. И лучше подать с какими-нибудь овощами. Для следующего рецепта овсяно-яблочных маффинов я беру овсяные хлопья, рассчитанные на 5 минут варки. И слегка разомну их руками. Если вы берете быстрого приготовления, разминать не нужно. Добавляю к хлопьям муку, а также соль, ванильный сахар, корицу, немного молотого имбиря и кардамона. Это все берите по вкусу. Сюда же отправляю разрыхлитель и все тщательно перемешиваю. В отдельную миску кладу яйца, сахар и взбалтываю до растворения сахара. Затем выливаю молоко, подсолнечное масло без запаха, размешиваю. В эту же смесь выкладываю яблоки, тертые на крупной терке. Я их использую вместе с кожицей. После этого в два этапа подсыпаю мучную смесь, каждый раз размешивая. Долго размешивать не нужно. Выкладываю тесто в форму для кексов, у меня на 12 штук. Дополнительно использую бумажные вкладыши. Так как эти маффины не сильно поднимаются, можно накладывать побольше. Я сначала просто раскладываю все тесто, а затем распределяю остатки. Отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку минут на 30, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовым маффинам даю хорошо остыть. Если вы не планируете их замораживать, можно посыпать сахарной пудрой. Посмотрите, какие они мягкие, пористые внутри и очень сочные. Обладают таким насыщенным яблочно-ореховым вкусом, несмотря на то, что орехов здесь нет. И, кстати, при желании их можно добавить. Полностью остывшие маффины распределяю по пакетам и отправляю в морозилку. Затем по мере необходимости перекладываю на ночь в холодильник, а утром разогреваю в микроволновке. Такой завтрак вполне сытный. 1-2 кексика, чашка чая или кофе и вы полны энергии. Следующий вариант – воздушная творожная запеканка, для которой к творогу любой жирности добавляю яйца, сахар по вкусу, соль и ванильный сахар, а также манную крупу. Прорабатываю погружным блендером до желаемой консистенции. Вы можете оставить крупинки, а можете довести до однородного кремообразного состояния. Лично я предпочитаю первый вариант. Добавляю сюда заранее помытый и обсушенный изюм, размешиваю и даю постоять 20-30 минут, чтобы набухла манка. Затем форму размером 20 на 20 сантиметров смазываю маслом, выкладываю массу и разравниваю. Сверху смазываю растопленным сливочным маслом и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 30-35, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовой запеканке даю полностью остыть, тогда она стабилизируется и легче режется. Я нарезаю ее довольно крупными кусками, отправляю в контейнер, а затем в морозилку. Перед завтраком поступаю с ней так же, как и в предыдущих рецептах. После разогрева она становится такой, как будто ее только что испекли. Подавать можно со сметаной, со сгущенным молоком, медом, с ягодами или вареньем. Вместо изюма сюда можно положить яблоки, нарезанные кубиками. И напоследок неожиданный рецепт оладьев. К одному яйцу добавляю половину столовой ложки сахара и половину чайной ложки соли, а выберите по вкусу. Размешиваю. Доливаю слегка подогретый в микроволновке кефир, чтобы он был чуть теплее комнатной температуры. Столовую ложку подсолнечного масла и размешиваю. Добавляю половину порции муки и любые специи по вкусу. Размешиваю. Затем вторую часть муки и половину чайной ложки с небольшой горочкой соды. Ну вот посмотрите примерно, как это выглядит. Слегка смешаю с мукой и замешу тесто. Посмотрите, тесто должно получиться очень густым, оно с трудом отделяется от венчика. При необходимости корректируйте количество муки. Осталось сюда добавить какую-нибудь колбасу или копченое мясо. Я в данном случае использую ветчину, порезанную мелкими кубиками. На сковороду с разогретым растительным маслом выкладываю ложкой теста в форме оладьев. Количество масла берите на свое усмотрение. Очень важно отметить, что в процессе выпекания тесто в миске размешивать нельзя. Его просто нужно брать ложкой порциями с краю. Жарю оладики на огне чуть выше среднего, с одной стороны до золотистого цвета. Затем переворачиваю. Накрываю крышкой и довожу до готовности с другой стороны. Готовые оладьи выкладываю на тарелку. Помните, что пока они горячие, их нельзя складывать друг на друга. Перед заморозкой даю им хорошенько остыть. Посмотрите, какие оладьи получаются пышные, пористые. В принципе, это классический рецепт оладиков. Таким же образом вы можете сделать без колбасы сладкие, положив в тесто побольше сахара. Раскладываю по пакетам и убираю замораживаться. Перед употреблением делаю все то же самое. Перекладываю на ночь в холодильник, а утром разогреваю в микроволновке. Или можно их поджарить на сковороде, чтобы они стали хрустящими. Подавать оладьи можно со сметаной, с кетчупом или с любым другим соусом. Друзья, надеюсь, что какой-нибудь из этих рецептов вам обязательно понравится. Не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Замораживаете ли вы завтраки и интересны ли вам такие рецепты? Если надо, я поделюсь еще идеями. Между прочим, такие заготовки можно брать с собой в качестве перекуса. Ну что ж, друзья, желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!